130 лет со дня смерти Олимпия Панова. 22 февраля у памятника героя русско-турецкой войны, уроженца Тараклии, прошел митинг, посвященный памятной дате. В 1077-1878 годах Панов поступил в первую роту болгарского ополчения. Отличился при битвах при Старой Загоре и на Ошибке, за что был награжден знаком отличия военного ордена Георгиевским крестом четвертой степени. Он мечтал о свободе, о полной свободе своей родины и вся его жизнь и его гибель говорит о том, что человек этот посвятил свою жизнь какой-то определенной цели, борьбе не за свою свободу, борьбе не за свою жизнь. В 1887 году Панов принял участие в восстании офицеров-русофилов в Руси. Майор Атанас Узунов, майор Олимпий Панов, руководитель народного ополчения Тамак Рджиев возглавили так называемый «русинский бунт» против председателя народного собрания, управлявшего княжеством грубыми авторитарными методами. Однако силы мятежников и правительства были не равны. Бунтовщики были арестованы и преданы военно-полевому суду, а потом повешены. Но подвиг уроженцев Тараклии останется в истории. «Има одно предложение. В Болград преди три години, где издигнат мемориален комплекс в память на сичке бессарабцы участвовали в болгарском ополчении. Гуляма часу ткуиту за генаха, за освобождение на Болгарию. Усвенно третий имена Димитр Карамалак, Олимпий Панов и Павел Панов добавят следники имена на Тараклии. Товаса Иван Гицеларов, Иван Арабаджи и Тодор Дереволков». Имя национального героя Болгарии носит одна из гимназий города. В этот день здесь прошли открытые уроки по истории, посвященные памяти погибших воинов. В них принял участие сам потомок Олимпия Панова. Правда, об этом он узнал не так давно. «Когда я был маленький, у нас на улице нас называли Поп Петрович. Я не знал, почему так называли. Потом, благодаря Петрову Францовичу Коряку, я узнал, что, оказывается, старшая сестра Олимпия Панова вышла замуж за Петра Димитриева, который являлся священником Тараклийской церкви. И тогда я уже узнал свою родословную, что она идет, я потом по женской линии, по пятой линии, пятое колено. И потом уже поближе я познакомился с творчеством, военным творчеством Панова. И узнал, что, оказывается, это наш земляк, был командиром ополчения в Болгарии. До того, он имел асторитет, что даже будущим майором полковники были у него в подчинении. Я не знаю, может это совпадение, может нет, но я тоже пошел по линии военной, тоже дослужился до майора, вышел в отставку». По мнению Валентина Дмитриева, его предок Олимпий Панов должен быть причиной гордости подрастающего поколения, а историю и память о нем нужно хранить и передавать. «Мы гордимся этим человеком, так как он родился в селе Шоптера, Клея, Бессарабия. Наша школа несет его знаменосной гимназией имени Олимпия Панова. Я именно горжусь Олимпией Пановым, так как он показывал мужество и проявлял массовый героизм. Я считаю, что он заслуживает большой награды и почитание людей, так как он побуждал людей и давал веру, что они смогут быть свободными». Еще одна знаковая дата этого года, связанная с именем героя. 29 июня исполнится 165 лет со дня рождения майора Олимпия Панова.